Прямой разговор И поэтому у нас в гостях сегодня наши гости Александр Николаевич Закатов и Александр Юрьевич Королев-Перелешин Я представлю их поподробнее Александр Николаевич Закатов Кандидат исторических наук, доцент, директор канцелярии главы Российского императорского дома, ее императорского высочества, государыни, великой княгини Марии Владимировны И заведующая архивом Российского императорского дома Член Союза писателей России и Российского Союза писателей Член Научного совета Российской Академии наук по изучению и охране культурного и природного наследия Преподает в Московском государственном университете геодезии и картографии Бывший императорский Константиновский межевой институт Член Высокого жюри литературной премии «Наследие» Александр Юрьевич Королев-Перелешин Начальник управления канцелярии главы Российского императорского дома По взаимодействию и сотрудничеству с Русской православной церковью Член Корреспондент Российской Академии промышленной экологии Имеет более 40 научных трудов Член Корреспондент Славянской Академии Член Союза журналистов Александр Юрьевич – потомок гальческого воронежской ветви Древнего дворянского рода «Перелешиных» Потомственный дворянин Действительный член Российского дворянского собрания с 1991 года Первый вице-предводитель Российского дворянского собрания Член Высокого жюри литературной премии «Наследие» И вот совершенно неудивительно, что сегодня в нашей студии именно эти гости Потому что, как известно, премия «Наследие» – это не просто литературная премия Это премия, которая проходит под покровительством Российского императорского дома И вот сейчас можно было бы, наверное, начать длинный, серьезный разговор О том, что такое премия «Наследие», какие у нее цели и задачи и так далее Мы могли бы поговорить официальным языком Но мне хотелось бы начать, на самом деле, с простых и личных вопросов И премия-то у нас литературная А Вы члены Высокого жюри Наверняка у Вас есть какие-нибудь собственные литературные предпочтения, правда? Расскажите об этом Конечно, странно, если бы их не было Даже если бы мы не были членами Высокого жюри Ну, если говорить обо мне Я всегда, конечно, любил русскую классическую литературу И читаю, перечитываю Иногда по многу раз Каждый раз открываю для себя что-то новое И Толстого, и Достоевского, и Тургенева Мне нравится читать произведения некоторых писателей XIX века Второго плана, которые чуть-чуть подзабыты Например, Вы упомянули университет геодезии и картографии В котором я преподаю Мало кто знает, что первым его ректором был Сергей Тимофеевич Аксаков Все знают его произведение «Аленький цветочек» Но остальные как-то, наверное, забылись А я люблю, конечно, ну не только потому, что там преподаю Но и потому, что мне нравится читать Недавно я перечитывал Шеллера Михайлова, например Тоже, хотя человек, может быть, по своим общественным взглядам Несколько мне не близкий Но у него очень хороший язык И мне кажется, что незаслужен он забыть Я очень люблю Гоголя, очень люблю Чехова Конечно, читаю, перечитываю по многу раз Если говорить о современной литературе То я люблю английские и японские детективы Вот иногда, когда уже менее серьезное чтение Есть какой-то настрой на более развлекательный лад Мне нравится именно, наверное, что свойственно островному менталитету Вот их ход мысли, развитие сюжета Другие детективы как-то меньше Вот честно признаюсь, что наши отечественные детективы Я достаточно редко читаю Хотя, между прочим, о существовании императорского дома Я узнал как раз из советского детектива Операция Ривьера А кто это автор? Отдельная история Барышников такой, Михаил Барышников Писатель Я еще когда был маленький В семье сохранялось уважительное отношение к императорскому дому Но знали мы, конечно, мало Знали только о том, что была расстреляна царская семья О том, как сохранился дом Романовых в изгнании Может быть, где-то какие-то сведения просачивались Но тем более я был маленький Родители, наверное, об этом и мне не рассказывали И вот первые сведения я получил Книстран из абсолютно советского детектива Операция Ривьера Там такой сюжет, что монархисты готовят покушение на наркома Чечерина А чекисты предотвращают это покушение Но на страницах романа появляется образ императора Кирилла Владимировича Его окружение, его супруги, императрица Виктория Федоровна Некоторые вымышленные персонажи, некоторые реальные Образы, конечно, карикатурные, как было тогда принято Но при этом там почти полностью был воспроизведен текст манифеста Кирилла Владимировича О принятии им титула императора Всероссийского В том числе, где он говорит о своем сыне и наследнике Великому князю Владимиру Кирилловичу И вот по этим вот крупицам мы узнавали о том Что династия Романовых не закончилась в 1918 году Что она продолжается, живет Это было большим открытием и радостью для меня И у меня этот томик стоит на полочке Я даже потом нашел в Букинисте еще один экземпляр Он у меня есть и в Москве, и на даче Я периодически его перечитываю Слушайте, какая романтическая даже, я бы сказала, история А Александр Юрьевич, вы тоже детективы уважаете, нет? Нет, я уважаю детективы Ну что-то давайте я сначала скажу Что-то в более серьезном Я тоже люблю русскую классическую литературу Лермонтов, Куприн, Данилевский Ну на самом деле много можно говорить об этом Вот Александр Николаевич упомянул Гоголя, я могу сказать Ну так, в качестве такого Для равнобразия на их беседы Что я долгое время к Гоголе относился Ну достаточно спокойно И не очень понимал иногда Восторганного к нему отношения Пока не вступил в Российское дворянское собрание Придя в Российское дворянское собрание Я понял, что Гоголь гениальный писатель И с того времени его очень полюбил А поясните эту связь, почему так произошло? Гоголь замечательно раскрывает характеры Особенно провинциального дворянства И они оказываются настолько живучи Что вот сегодня Ну это отдельный разговор То есть все так и есть? Он писал и о сегодняшнем дне? Это все так оно и есть Фантастика И не только о дворянстве, прошу прощения А вообще о человеке Ну конечно, да, мы приятные во всех отношениях И просто приятные Пока я не вступал в Российское дворянское собрание И так не окунулся в эту жизнь Я как-то уровня вот этой гениальности Все-таки не понимал Я люблю английскую и французскую литературу Что касается французской То я считаю, что Бальзак Конечно, гениальный писатель И когда я вспоминаю фразу Владимира Ильича Оленина По поводу того, кого он может поставить рядом с Толстым Ну вот я бы поставил, допустим, в Бальзаках Рядом с Толстым Потому что масштаб того, который раскрывается Этот автор, он, на мой взгляд, не уступает А какой у вас любимый роман Бальзака? Ну, как человеческая комедия вся А, вся целиком, да? Я читал ее всю, естественно Я просто больше всего Шагрениву Кошу люблю Ну, где, ну, всего-то знаю Он такой прям отдельный Английскую, конечно, литературу Ну, тут учитывая, что я английский изучал Вообще-то, так сказать, я учился в английской школе И 9-10 лет И поэтому это мне только все весьма близко Был момент, когда одним из самых моих любимых произведений Был Ричард Олдингтона «Все люди-враги», например Ну, в общем, можно, наверное, так сказать Вот многое говорить Я люблю мировую поэзию Что касается Вот Александр Николаевич сказал о детективах И, ну, я, по-моему, сказал, пил некую фантастику Вот я, по-моему, очень любил Стругацких Если вы говорите о фантастике Она была мне гораздо ближе, чем, допустим, какая-то там зарубежная Ну, детективы только хорошо Только хорошо, да, это стабильное Вы, между прочим, сказали о поэзии А вы о поэзии не сказали ничего Да, ну, поэзия, конечно, это отдельная тема Я просто не успел сказать Я всегда любил стихи Много учил их наизусть И иногда продолжаю это делать Если мне какое-то стихотворение понравилось Я стараюсь его заучить Ну, сейчас память, конечно, стала похуже, чем совсем молодые годы Но я стараюсь Это тренировка, кстати, для памяти Своим студентам я всегда объясняю Что нужно заучивать стихи И не только ради эстетического чувства Но и ради того, чтобы постигать науки Чтобы тренировать мозг Развивать речь Способность говорить Способность писать Конечно, стихосложение очень этому способствует Ну, естественно, классику я люблю Практически всю Не могу назвать поэта русского 19 века Который бы мне не нравился Серебряным веком немножко сложнее Потому что на восприятие некоторых личностей Например, Блока Сергея Есенина Накладываются у меня определенные неприятия Каких-то их жизненных поступков И это с детства так осталось Наверное, я не прав Я понимаю, что это прекрасная поэзия Но что-то меня удерживает от восхищения Этим творчеством Именно потому, что для меня Не вполне приемлемы поступки Это, на самом деле, отдельная очень интересная тема Большая тема, да Но это психология Это здесь не имеет отношения К подлинному качеству литературы Но у каждого свои тараканы в голове Из более близких нам поэтов Я люблю Иосифа Бродского, например И тоже некоторые стихи его знают Хотя не все, конечно Некоторые, мне кажется, чересчур манерные вещи Или чересчур заумные Но в общем и целом Его владение русским языком Конечно, вызывает восхищение И когда читаю критику Она неубедительна Абсолютно неубедительна Совершенно с вами согласна Давайте вернемся все-таки к нашей премии Да, конечно И вот очень сейчас будет уместно сказать о том Что премия ориентирована В описании премии мы просто читаем Традиционные ценности русской литературы Вот что поддерживает эта премия После того, что вы сейчас говорили Как раз так и хочется сказать Что вот они традиционные ценности русской литературы Однако авторы, которые собираются участвовать в конкурсе На соискании премии Иногда представляют это себе, скажем так, неявственно Давайте мы для них проясним этот момент Какие же именно традиционные ценности русской литературы Какие ценности являются традиционными И что это значит для тех, кто собирается участвовать в конкурсе Потому что некоторые думают о чем Некоторые думают, что надо писать, знаете, оды Гимны Да, какие-то вот только Произведения определенных жанров Допустим, только патриотические произведения Брать такую вот тематику и так далее Как это ограничивает авторов Или наоборот не ограничивает Здесь надо, наверное, разделять Что есть общие традиционные ценности Как таковые И традиционные ценности литературы Или какие-то направления Которые можно выделить И сказать, что они свойственны литературе Русской, английской, французской Но традиционные ценности для России Конечно, ценности духовные и патриотические Это понятно Но и в любой другой стране Собственно говоря Любая цивилизация И любая даже, может быть, не столь масштабная Как российская культура Формироваются на основе религиозных представлений Которые свойственны этому народу На основе определенных сложившихся государственных Конечно, и общественных ценностей И народной жизни У нас был знаменитый лозунг За веру царя Отечества Или православие, самодержавие, народность Они были сформулированы на рубеже 18-19 веков Православие, самодержавие, народность Это, в общем, официальная идеология уже 19 века Граф Уваров считается автором этой формулы Но на самом-то деле, конечно, эти ценности Определяли жизнь нашей страны Ну, по крайней мере, скрещение Руси То есть, когда Владимир, князь, сделал свой выбор И народ за ним пошел Не отверг этот выбор своего государя То наша цивилизация развивалась в рамках христианской традиции И восприняла из Восточной Римской империи Весь комплекс идей Не только чисто религиозные идеи Ну, например, и отношение государства Отношение между государством и обществом Отношение человека к человеку Дальше русская культура Безусловно, переваривая это Аккумулируя и преобразовывая Но все-таки отталкиваясь От базовых таких ценностей Которые возникли в рамках Римской христианской цивилизации Дальше шла по своему пути Но это совсем не значит, что Все писатели должны писать Только на патриотические темы Конечно, у нас есть замечательные произведения Глубоко психологические Вот я бы хотел сказать, что Наверное, для русской литературы Наибольше было свойственно Не внешний патриотизм Иногда даже Можно сказать, что писатели Наши классики И Пушкин, и Лермонтов И тем более, допустим, Некрасов Оппозиционные писатели Писали совершенно непатриотические Или даже антипатриотические С точки зрения того времени произведения Но они никогда не руководствовались ненавистью Вот что часто очень теряется эта грань Пушкин написал про родящего Знаменитую фразу Нет правды в поношении Нет истины там, где нет любви То есть даже обличая пороки Даже, может быть, иногда резко Выступая против порядка вещей И не всегда даже справедливо выступая Русские писатели всегда Все-таки в душе имели любовь К своему отечеству К родному пепелищу И к отеческим гробам Никогда не стремились Переделать жизнь России По каким-то зарубежным лекалам И высмеивали даже таких людей Смердяковщина Люди, которые смотрят на другую сторону Жалеют, что нация умная Не победила нацию весьма глупую Вот это, конечно, всегда вызывало отвращение Даже у либеральных И даже у революционно настроенных Русских писателей Поэтому они, если говорить о патриотизме То всегда все-таки оставались В основной своей части И, главное, в своем сердце патриотами Но, кроме всего прочего Они старались отразить Внутренний мир человека Вот для чего жить И что такое я Да, это знаменитая фраза Мы ее и в школе проходили И писали сочинения Когда еще были сочинения Слава Богу, сейчас они вроде бы Потихонечку возвращаются Да, но это будет мучительный и долгий процесс Потому что разрушена Это тоже традиция Приучать с детства Формулировать свои мысли И свое отношение Словами подражать Это сложно, да, это сложно Это в один час просто директивы Министерства, к сожалению, не восстанавливаются В душу конкретного человека Не в отношения, которые Между нами все А в то, что человек сам переживает И чувствует И для чего он существует На земле Какая у него связь с Богом Какая у него связь с другими людьми То же образом и подобием Божиим Даже атеистические писатели В советское время Дореволюционные такие были Почти безбожники или безбожники Но они все равно Если у них был талант Это искра Божия Они не могли этот вопрос обойти И как бы они ни старались От него уйти Все равно они к нему возвращались Можно сказать, что Премия Наследие Может отличаться от других Вот если говорить о глубинном содержании Вот как раз тем О чем Вы сейчас сказали Отсутствием Какого-то негатива Да? Вот если говорить о традициях Русской литературы Что бы Вы сказали На эту тему, Александр Юрьевич? Ну, произведения в прямом итоге разные Надо сказать Поэтому я бы не стал утвердать Что это такая идеальная литература Которая Ну, идеальной, наверное, нет Отбрасывает все Ну, все темные Или негативные моменты И относится ко всему Только исключительно с добром Нам приходилось и слухать И читать В ходе Так сказать Подготовки Своего мнения И на Подведение итогов Прений Разное Но все-таки Я готов согласиться С тем Что Вот Гелание Раскрыть Некую Вот, кстати, Я говорю про характер А я бы сказал Вообще Какую-то некую Внутреннюю суть Очень характерно Для авторов Время и наследие Особенно для лучших из них Те, кто Стремятся поразить Не Какой-то Якобы Внехней Новизной Такой С этим мы тоже сталкивались А все-таки Стараются Как-то вот действительно Подойти Ну С тех самых Классических Так сказать Начал Ну И В своем произведении Как-то отразить И свое Отнохение И Как-то Могу И свой Свой Духовный мир И То, что Является Основой Того, о чем Они пихают Вот так Как-то Как-то Звучит Сложно Но тем не менее Мысль понятна Вот авторы Решают Принять участие Наверное Наверное Это так и есть Все они Разные Конечно Некоторые Рассчитывают Победить Некоторые Не рассчитывают Победить Да Для кого-то Важна победа Для кого-то Главное Участие Но Есть ли Вот вы же Перед вами Весь спектр Этих авторов Вы члены жюри Поэтому перед вами Проходит Ну Их очень много Вот И не кажется Не кажется ли вам Что есть Авторы Для которых Участие В этой премии Это еще и Возможность Прикоснуться К Особому статусу Конкурса Наверное Мотивация У всех Какая-то Есть своя Но все-таки Хотелось бы Чтобы главное Была Возможность Донести Своё творчество До читательской Аудитории Потому что Конкурсы Есть хорошие Разные С хорошим Тоже Престижным Статусом Безусловно Высочайшее Покровительство Главы Российского Императорского Дома Придает И значение Если можно так Выразиться Шарм Этому конкурсу Это связь Времен Это именно Наследие Не просто Выдуманное Слово Не что-то Искусственно Привязанное А это Действительно Наследие Потому что Императорский Дом Является В любых Условиях При любых Политических Обстоятельствах Носителем Исторической Преемственности Это Историческая Институция Которая Сохранила Преемство От своего Основания Несомненно Продолжающееся И живое Потому что Это Род Который С поколения В поколение Хранит определенную Систему Ценностей При этом Конкурс Наследия Совершенно Не идеологизирован Это было Изначальным Условием И на этом Настаивала Сама Великая Княгиня Мария Владимировна Чтобы никто Не думал Что Если там Писать Об императорах И о монархии То тогда Есть шанс Победить Все произведения Людей Самых разных Убеждений В том числе И левых Убеждений В том числе Ностальгирующих По советскому Периоду Принимаются Рассматриваются И если Это хорошая Литература То никаких Препятствий Для того Чтобы человек Победил Если не победил Но во всяком Случа Был отмечен Каким-то Вниманием Если найдутся Все-таки Более достойные Кто займет Первые места И получит Саму эту премию Но все равно И тем Кто может быть Оказался Во втором Эшелоне Если они Написали Нечто Красивое Какие бы У них Ни были Взгляды Они Тоже Будут Достойны Какого-то Внимания И уважения В этом Смысл Конкурса Ну Люди Принимают Конечно Участие Разное Есть Талантливые Есть Так Ну Просто Неплохие Писатели Поэты Есть Люди Начинающие Которым Может быть Еще Нужно Постараться И потрудиться Чтобы Достить Чего-то Но это Возможность Опубликоваться В хорошем Красивом Издании Дальше Все зависит Конечно От Читателей Издание Действительно Очень красивое Великолепно Оформленное И увидеть Конечно Своё Стихотворение На такой Странице Это просто Приятно Сохранить Это И даже Если Не удастся Войти В число Великих Писателей Хотя Некоторые К сожалению Оказалось Что они Великие Когда Они Уже Покинули Земной Мер Так Что Такое Тоже Бывает Но Ясно Что Из Всех Многих Томов Невозможно Чтобы Все Были Гениями Но Это Возможность Людям Творческим Которые Прикасаются К русскому Слову Стараются С ним Что-то Сделать Красивое Творить С его Помощью Довести До Аудитории И сохранить В эстетически Красивом Виде Тоже Это Наследие По крайней мере Для своих Потомков У нас Сейчас Есть Колоссальная Возможность Тоже Кстати Благодаря Порталам Прозору Стихиру Есть еще Некоторые Порталы Но это Пожалуй Самое Хорошо Организованное Для этого Можно Совершенно Бесплатно Разместить Любые Свои Произведения В любом Объеме И они Станут Доступными В интернете То есть Любой Желающий Может Это Прочитать Но Все-таки Иметь Книгу Пощупать Ее Совершенно Другое Ощущение И еще Важно Что для Сборника И для Участия В конкурсе Конечно Человек Выбирает Лучшее В этом И смысл Наследие Мы конечно Надеемся Что все Будут здравствовать Долго И счастливо Но Если мы Задумываемся Когда-то О том Что будет После нас Что Какое Наследие Мы оставим Что останется Вот останется Эта книга И Может быть У некоторых Авторов Эти книги Потом За ними Будут охотиться Библиофилы Потому что Это Прижизненное Одно из Первых Изданий Замечательного Русского Российского Писателя А для Кого-то Это просто Останется Реликвией В семье И они Будут Рассказывать И гордиться Говорят Вот А мой Дедушка Мой Прадедушка Участвовал В конкурсах Литературных Вот От него Остались Стихи Пусть они Бесхитростны Но это Наше Семейное Наследие Наше Семейное Достояние Это Очень важно Что вы Сейчас Затронули Именно Эту Тему Насколько Это В семейных Рамках В рамках Семьи Является Чем-то Совершенно Таким Неприходящим Я хотела Бы Сейчас Задать Вопрос На Другую Тему Давайте Делаем Небольшую Мой следующий вопрос Он продолжает Несколько То, что говорили До этого Наши гости Но сейчас Мне хотелось бы Немножко заострить Внимание Вот на чем Почему Вот почему Так получилось Что именно Эта премия Получила Высокое Покровительство Почему Она Заинтересовала Великую Княгину Ну Вы знаете Можно ответить На это Конечно Словами Горбачева Так сложилось Исторически Но фраза Довольно Бессмысленная Потому что Нет ничего Что бы не Сложилось Исторически Или сложилось Неисторически Мы живем В истории История Это не только Прошлое Но и Настоящее Она никогда Не прерывается Поэтому Безусловно Здесь На наш взгляд Какой-то элемент И промысла Божия И просто Встречи Людей Тоже Никогда Не бывают Случайными Как бы мы Не относились К религии Но мы Должны Это почувствовать И понять Значит Когда Зарождалась Идея Этого Конкурса Было Преддверие Празднования Четырехсотлетия Дома Романовых Об этом Много Говорили Вообще О возрождении Традиции Потому что Великая Княгиня Мария Владимировна Всегда Настаивала На том Что это Не какой-то Праздник Монархистов Или праздник Дома Романовых А это Всенародное Торжество Это победа Всего народа Над смутой А призвание На царство Дома Романовых Стало Лишь Элементом И кульминацией Да Это было Очень важно Это закрепило Плоды народной Победы Но если бы не народ То ничего бы и не было Этого И не было бы Никакого дома Романовых И может быть И России Нашей не было Она была бы Разорвана И разорена Нашими Противниками Поэтому В этот момент Любые инициативы Которые исходили От соотечественников Конечно Рассматривались Очень внимательно Не все они были Приняты Потому что Некоторые носили Фантастический характер Некоторые были Не продуманы А в конкурсе Наследие Государыня увидела Действительно Очень серьезный Проект Как сейчас модно Говорить И очень серьезную Базу Очень серьезный Фундамент Под этим Потому что Уже существовавшие В течение ряда лет Порталы Прозору И стихиру Совершали этот Отбор Проводили уже Конкурсы То есть было ясно Что предложение Исходит от людей С опытом С опытом С любовью К своим авторам С пониманием Суть Того Что делает Императорский дом И конечно Государыня Учла все эти Обстоятельства И решила Что это Ей тоже близко И приятно И с одной стороны Она оказала честь Организаторам конкурса С другой стороны Для нее было Большой радостью И тоже честью Таким образом Установить контакт Через этот конкурс Со многими Многими еще Соотечественниками Которых она лично Не может всех узнать И со всеми Познакомиться Но через вот Это участие В конкурсе Это уже Какие-то ниточки Которые потянулись К императорскому дому И люди стали Тоже интересоваться Когда они Узнали о том Что будет проводиться Такой конкурс Естественно А кто покровитель А что это за люди Откуда они взялись Кто-то может быть С некоторыми Предубеждениями Сначала Разного толка Пришел Но самое главное Самое главное Оружие Императорского дома Это правда То есть Много есть Лжи Клеветы Которые тянутся Из дореволюционной Эпохи Из-за миграции И часто Люди Относятся плохо К тому Что делает Императорский дом Не потому что Им реально не нравится Это А потому что Это просто им кто-то Сказал Или так у них Вот когда-то Закрепилась в памяти Что это Враги народа Или эксплуататоры Или какие-то Непонятные для них Люди Или персонажи Из сказок Когда Они Начинают Интересоваться И узнавать Правду И получать Достоверную информацию А не клевету И ложь У них меняется Конечно Отношение Это совсем не значит Что они становятся Монархистами Они сохраняют Своё убеждение Кто-то может быть Симпатизирует Этой идеей Кто-то К неравнодушен Кто-то даже против Если его спросить С точки зрения политики То он скажет Нет Конечно Этого не может быть Но симпатия Личная Уважение Понимание Способность Диалогу К тому что Мы можем быть разными Но в то же время Уважать друг друга Беседовать друг И помогать друг другу Вот в этом тоже Значение Конкурса Наследия В объединении Людей Между собой И в объединении Людей В уважении К своей истории Понимаемой Не только Как какие-то Подвиги Полководцев И совершения Государей А к истории Своего народа К истории Своей культуры Своей цивилизации Вот это Программа Максимум И Наверное Главная цель Конкурса Наследия Ну Конечно Помимо его Основной цели Выявления Талантов И Возможность Им Дальше Двигаться И совершенствовать Своё творчество Я бы только Добавил Буквально Одну Фразу Там Лидёй фразы Дело в том Действительно Конкурс Зарагдауса Начинался В преддверии Празднования Четверхсотлетия И Вседородного Подвига И Призвания Династии Романовых И Вот эта Дата На самом Деле Хотя Не было Никакой Там Сверху Отмахки Она Всколыхнула Очень Много Инициатив В Харко Не только По нынешней России А по Территориям Исторической России И в том Числе Вдохновила Многих Проявить Свой И талант И свои Способности И как-то Так сказать Отразить Это Вот Александр Николаевич Прекрасно знает Что Великая Княгиня В те годы Говорила Что Главным Памятником И Главное Что должно Быть сделано Это Не столько Какие-то Монументы В честь Соответствующего Юбилея А вот Какие-то Научные Разработки Какие-то Литературные Произведения Какие-то Добрые Дела Вот это И есть Главное Что Должно Стать Элементами Празднования Этой Даты И Я Вспоминаю Вообще Воображение Великой Княгини Когда Она Говорит Она Периодически Говорит Это Кто У нее Едет Главное И Я уверен И тогда Поддержать Тех Кто Вот На Волне Празднования Подготовки Празднований Этой Даты Захотел И смог Проявить Себя В том числе И Свои Литературные Возможности Поэтому Конечно Я Не сомневаюсь Что Главное Великой Княгине Взять Под покровительство Этот Конкурс И Главное Поддержать Тех Кто Готов В Преддверии И В Развитии Праздника И Вот Этой Даты Отразить Свои Еще раз Повторю Свои Интересы Свои Вкусы Свои Литературные И Таланты И так далее В ходе В ходе Вот этого Конкурса Их ведь Очень много И вы знаете Я вот Тех людей Которых Говорит Александр Юрьевич Я была На вручении Премии Наследие И в прошлом году И в позапрошлом году И была поражена С каким энтузиастом Люди Встречаются С великой Княгиней Ну во-первых Я еще была поражена Ее фантастическим Терпением Ее Доброжелательностью То есть пока Она не поставила Последний автограф Она не ушла Хотя все это было Очень утомительно Тем более После Самой церемонии Которая тоже Занимала очень много Времени Но просто У людей действительно Такой невероятный Энтузиазм И все это Не просто люди Это наши авторы Авторы которые Именно в этом Альманахи Хотели опубликовать Свои произведения Именно в этом Конкурсе Хотели участвовать По-моему Это очень здорово Конечно Ну и это дает силы Потому что ведь Великая княгиня Даже Со всеми Постаралась Пообщаться Не только После самой церемонии Но у нее В первой половине дня Еще был целый ряд Различных мероприятий В общем Человек Иногда не может Не присесть Не отдохнуть Но когда она Находится в России И тем более В такой теплой Приятной атмосфере Как будто У нее Вот эти силы Открываются И она Действительно Не просто терпит Эту ситуацию А она ее Радует Она ее Вдохновляет Воодушевляет И я надеюсь Что так же И люди Воспринимают Которые приходят И видно тоже Что Все искренно Хотят С ней Пообщаться Очень долго Это общение Быть не может Но хотя бы Несколько слов Обменяться Подарить какой-то Свой сборничек Получить автограф Это всегда приятно Это тоже остается И конкурс конечно Вышел за рамки Того с чего Он начинался Ведь был риск Того что Ну пройдут Все торжества Юбилеи Действительно Круглая дата 400 лет Окончание смута Призвание Дома Романовых И потом Все это заглохнет Очень часто Так бывает И с некоторыми Инициативами К сожалению Так и случилось Но конкурс Наследие Выжил И уже вышел За рамки Каких-либо Дат И каких-либо Юбилеев Он стал просто Ежегодным Конечно В его истории Всегда останется Что он учрежден В связи с такой Великой датой Но в дальнейшем Это действительно Наследие Во всех его гранях Во всех его проявлениях Ну например В этом году Когда мы вспоминаем Тяжелые Трагические страницы Нашей истории Революцию Начало Гражданской войны Столетия Государыня Сказала о том Что конечно У нас остается Полная свобода Выбора тем Но она надеется Что ряд авторов Затронут Эту Тоже проблематику Связанную С анализом И осмыслением Революции Но Ни в коем случае Не В духе Какого-то Реванша Красного Или белого А в духе Примирения Вот это Ее было пожелание Чтобы Творцы Чтобы Все люди Которые пишут И Независимо от того Это лирические Произведения Какие-то исторические Или Даже может быть С каким-то Общественно-политическим Аспектом Но чтобы они Были направлены На Преодоление Розни В которую Впали Когда-то Наши предки Государыня Недавно Была В Москве И она Сказала Отвечая на вопросы Журналистов Посудите сами Того что было сделано Уже не исправят В чем-то виноваты мы В чем-то виноваты Те кто тогда стоял По другую сторону Баррикад Но никто не может Снять с себя ответственность Когда человек Начинает обвинять другого При этом говоря Что он был прав Он уже не прав Поэтому надо иметь Мужество и силу Не только простить Других Но и попросить У них прощения И признать свою вину Великая княгиня Старается этому Подавать Пример И дальше искать Вместе Несмотря на все Различия В наших взглядах Пути Как быть полезными Своей стране В государственном Общенациональном Патриотическом смысле Как быть просто Полезным своим детям Следующим поколением Без всякого пафоса Что мы Если мы будем Продолжать Бередить раны И ломать копии И вспоминать Кто сколько оставил После себя трупов То мы ни к чему Хорошему не придем И все равно Мы не исправим То что было сделано А если мы Наконец преодолеем Эту рознь И пойдем дальше Вместе То мы тогда Убедимся Что 95% Того что нас Будто бы разделяет На самом деле Ничего не стоит А те 5% Которые может быть Имеют серьезный вес Они тоже решаемы Это одна из главных задач Императорского дома И конкурс Наследие Этому тоже Служит И кстати Клига Кстати говоря Это как раз Одна из традиций Русско-классической Литературы Русско-классической Литературы Поэтому Поддерживая И развивая ее В этом конкурсе Мы как раз Утверждаем Так сказать Идеи В те самые Фундаментальные Традиционные Ценности Русско-классической Литературы Давайте сделаем Еще одну маленькую Паузу И вернемся В студию Ну что же Мы снова в студии И сейчас Я хотела бы Вернуться снова К нашей премии И более конкретно Спросить вас Вот о чем Вы оба члены Высокого жюри Премии Наверное Все-таки У нас уже Пятый год Проходит премия Вот Наверное Вы уже заметили Какие-то тенденции Вы уже для себя Что-то открыли Что-то очень приятное Или может быть Заметили какие-то Недостатки Поделитесь этим Может быть Александр Юрьевич Скажите Ну Надо сказать Что Я В основном Читатель Скорее Именно Литература Классической И поэтому С литературой Ну скажем так Современной Знаком Было В общем Не так Хорошо И Надо сказать Что этот конкурс И чтение Авторов Которые В нем Участвовали Ну в общем Открывал Передо мной Целый Новый мир Современных Авторов Современных Взглядов И Определенных Современных Тенденций И Признаюсь Это было Достаточно Интересно И необычно Ну потому что Ну как В более Молодые годы Допустим Я думаю Что Когда Меньше Было средств Массовой Информации И так далее Я думаю Что многие Читали Какие-то Грунавы Литературные Естественно То есть Вот Этого Было Больше Сейчас Этого Меньше И Поэтому Ну Вот Это Был Целый Новый Мир Который Я Для Себя Открывал Ну Ну и Кроме Того Просто Были Некоторые Авторы С которыми Я Познакомился И Которые Оказались Весьма Интересными Ну я Зову Только Одного Просто Чтобы Зовите Я как раз Хотел вас спросить Ну вот Выяснилось Что по целому Ряду Моментов Весьма Интересно И Близко Так сказать У нас Допустим И Вгляды И Какие-то Так сказать Интересы С Борисом Параховым Вот Это был Один из Первых Авторов С которым Мы познакомились Как раз Во время Так сказать Этого Конкурса Вот У нас Продолжились Так сказать Вот Нахрения Я кстати В прошлом году Был на Его Юбилей Когда Отмечал Вот В Доме Литераторов И Кстати Удовлетворением Отметил Что Казалось Вне Даже Такой Ну Атмосферы И ситуации Конкурса О конкурсе И он И окружающего Люди Помнят Говорят Отмечают Обсуждают И что Это Буквально Стало Их Частью Их Жизни Вот И для Меня Как Ну В общем Просто Гостя Более того Так Получилось Чтобы Так Немножко Супруга Опоздали Да Юбилей Вместо Занять Почетные места Где-то Впереди Скромненько Сели Сзади И поэтому Многие Обсуждения И рассуждения Мы Слышали Ну Как Вне Того Чтобы Это Было Не для Нас Не На Публику Вот И то Что Еще раз Повторю Что Конкурс Стал Явно Таким Событием В жизни Очень Многих Людей Событием Даже Не Не Обязательно Таким Высоким А просто То Что Во Что В их Ну И Жизнь И Деятельность Подо Что Они Планируют Свою Творческую Деятельность Ну У меня Люди Было Интересно И Приятно Борис Прахов Лауреат Самого Первого Комерса Да Да Мы Собственно Говоря Мы Познакомились И Я Сейчас А Вы Сами Никогда Не Пробовали Писать Такой Провокационный Вопрос Значит Ну Когда-то Еще В школе Вместе С моим Другом Мы Пытались Писать Роман Сразу Роман Да Да Сразу Роман Кто-то Начинает Ну Вот Это Такое Было Подрагание Княги Делеговской И Герои Дарха Времени Период 19 век Пред И События Крымской Войны Такой Бериод Ну К сожалению До конца Мы его Не написали А вот Стихи Я не писал Никогда Ну Все еще Впереди Ну Конечно Я думаю Что это просто Придет А вы Кто Стихи Не пробовали Стихи Пробовал Да Ну Мне кажется Большинство людей Все таки Пробовало Писать Мне тоже Так Кажется А кто не пробовал Обязательно Еще успеет Еще успеет Обязательно Я в основном Пишу Конечно Что-то Такое Более Публицистическое Или научное Но поскольку Сфера моей деятельности Это история То Тут Как Может быть На грани Историк Все таки Оставаясь На почве Фактов И Исторических Источников Следуя принципам Методологии Исторической науки Может иногда себе позволить Немножко Поэтизировать То о чем он пишет У конечно Представителей точных наук С этим сложнее Потому что если он будет С восторгом Переслагать какие-то Формулы Или описывать Сопротивление Материалов Или еще что-то Но это будет Странновато Выглядеть А у Представителей Гуманитарного направления Больше здесь Свобода Поэтому В основном Я пишу Вот Конечно Какие-то Статьи На исторические Темы Или на актуальные Темы Но тоже Связанные С жизнью Династии С жизнью Общества С взаимоотношениями С церковью С другими Традиционными Конфессиями Нашей страны И Размещаю Свои Произведения На сайте Проза Ру Там Вы автор Я автор Поэтому Наверное Меня В российский Союз Писателей Потому что Этому Предшествовало Какое-то Сотрудничество Не только В рамках Жюри Но и Как рядовой Автор Я не участвую В конкурсах Я считаю Я не вправе Раз меня Почтили Таким Достоя Члены Жюри Так что Это было бы Странновато Тоже Но Вот Так Я являюсь Рядовым Солдатом Этой армии А может быть Вы тоже Нашли В числе Лауреатов Или просто Участников За Вот эти Пять Циклов Премии Я бы не стал Наверное Нашли Себе Автором Открыли Не стал бы Называть Именно Да Я думаю Но все-таки Там были Те кто Привлек Ваше внимание Именно С точки зрения Литературного Мастерства Я почему Передал Эстафету Александру Юрьевичу Во-первых Потому что Я Боюсь Что я Начну Говорить И опять Не дам Ему Высказаться Но Самое главное Еще и нет А то что Он именно Как член Жюри Наверное Больше Чем Другие Жюри Прочитал Произведения Я думаю Дело не в этом Я перебью Александру Николаевича Просто Когда заканчивается Трогрестное Подведение Итогов И Великая Княгиня Садится Подписывать Соответствующие Книги И Пихо Добрые слова Авторам Вобедность Александру Николаевич Находиться рядом Помогать Подсказывать Кто-то Как-то А мы Те кто Члены Фюри Те кто Имеют Честь Сопромогнать Имеют Возможность Более Общаться С самим Автором Находиться Как раз В том Самом Фойе И с Ним Беседовать Поэтому Александр Николаевич Немогко Отдор 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 А у нас Тут Действительно И Знакомясь И общаясь И потом Вдруг Раздается Звонок И Тебе Что-то Рассказывает Или Рассказывает Какого-то Нового Произведения В общем Люди Дают Это Вспоминать Потом Тебе Подсказывают Когда Мы говорили Вот Помните Я там Рассказывал Что У меня Задумка Вот Я Вот Сейчас Я вам Прочитаю И так Далее Поэтому Я думаю Что Еще И этим Вызвало То Что Я Я Предпочел Чтобы Александр Юрьевич На эту тему Больше Сказал Но Мне Хотелось Отметить Наверное Он тоже Скажет Со своей Стороны Свои Впечатления Но Когда Я Сопровождал Государню В поездках По России Мы Уже Обратили Внимание На тенденцию Очень устойчивую Уже Проявляемую Везде И всюду Обязательно Находится Во время Каждого Практически Визита Какой-то Человек Или Несколько Людей Которые С гордостью Говорят Что Они Участвовали В премии Наследия В этом Где бы мы ни были В Бурятии Мы были В Калининграде На Камчатке Объехала Великая Княгиня Всю Россию И вот После того Как появился Конкурс Наследия Везде Находится На встрече С интеллигенцией Или где-нибудь При посещении Университета Или просто Даже Бывает Совершенно Неожиданная Обстановка Где-нибудь На каком-то Официальном Приеме Или в церкви Подойдет Человек И скажет А я Участвовал В конкурсе Наследия Некоторые Приносят Сборники И просят Великую Сборнику Там То есть Понятно Что во время Церемонии Здесь Это все Компактно И вполне Оправданно Оправданно Когда подходят Люди Которые Не смогли Сюда Приехать Которые Может быть Приехали Но постеснялись Или не успели Но всякое Бывает В жизни Они подходят Там И это Свидетельствует О популярности Конкурса Наследия О том В подлинной Популярности Не фальшивой Которая Создается Всякими Рекламными Трюками А вот Этой Народности Корень Это народность Буквально Народность Этого Конкурса Конечно Производит Большое Впечатление Ну а Также Это свидетельствует Еще и о том Что Людям Не обязательно Авторам А вообще Не просто Нужно Это общение Нужно Я бы Тут бы Как раз Продолжил Эту тему И сказал бы Что Очень правильно Что У организаторов Конкурса Наследия И это было Поддержано Представитель Российского Пиратского Дома По его Смысленных Что надо Его проводить В том числе Прямо Ихруточные Какие-то Итоги Не только В Москве Но и В регионе Да Вот И на самом деле Когда вот В первый раз Это было проведено В Костроме Мне как раз Приходилось Так сказать Этим заниматься И Участвовать В подготовке Этого И я видел Насколько Это было Интересно В том числе Самим Авторам И людям Занимающимся Литературой В регионе Далеко Не каждый Могут Приехать Далеко Не каждый Кто-то Только Слыхал Кто-то Что-то Как-то А тут Есть возможность С ним Непосредственно Окунуться В это Кто-то Благодаря Этому Узнает Как Можно Активнее В этом Участвовать Кто-то Вообще Впервые Это Слыхает У кого-то Уходит Скептиз Потому что Представление Кто Знаете Где-то Со стороны Знаем Этот Операторский Дом Только Где-то Там Где-то Император Где-то Представители Дома Где Организаторы Небось Никогда В жизни И Ни с кем И не Общаются А тут Когда Приехал В частности В Кострому Наследник Царевич И Вот Он Здесь И Он Говорит Об этом Конкурсе И Есть Возможность С ним Пообщаться Есть Возможность У местных Гурналистов Взять У него Интервью Иное Чем Просто Что-то Вот Было В Рязани Я думаю Что будет Продолжено И в других Очевидно Регионах И Вот Это Очень Важно Чтобы Не Только Ограничиваться Москвою А Идти В общем Держава У нас Большая Конечно Это Верный Путь К смерти Потому что Смерти Конкурса Потому что Если только Сосредотачиваться В Москве Или Санкт-Петербурге Постепенно Угасает Интерес А когда Люди Чувствуют Сопричастность Когда Они Понимают Что К ним Относятся С уважением Огромным Уважением И Те Кто Живут В столичных Городах И Императский Дом Который Пока Еще Проживает За рубежом Отечества Часто Посещает Но приезжает Не только В Москву И Санкт-Петербург А в их города Приезжает Не только В связи С Четырехсотлетием Пятисотлетием Или Восьмисотлетием А приезжает Вот ради них По сути дела Ради того Чтобы Услышать Их стихи Услышать Их произведения Пообщаться С ними Конечно Члены Императского Дома Не могут Прочитать Все эти Тома И даже Члены Жюри Ну конечно Они разделяют Как-то между Собой Немножко Эту работу И Вот я сказал Что Александр Юрьевич Наверное Больше Чем Все остальные Прочитал Произведения Но я Обязательно Всегда читаю Какой-то Итоговый Сборник Который уже Отобран Сборник Финалистов Но Некоторые Я читаю Некоторые Я читаю Потом уже Когда у меня Выкраивается Какое-то Время Не только Вы Да Ну я думаю Тоже так Уже Когда конкурс Прошел Но Может быть Не вошли Даже в список Финалистов Но Начинаешь Листать Эти сборники И вдруг Глаз останавливается Читаешь В этом и смысл Наследие То есть Это то Что останется Это не значит Что вот сейчас Мы провели Конкурсы Там Вручили Премии И все На этом Закончилось Это остается Это идет В библиотеке Это сохраняется У самих Авторов Расходится И конечно Это великое Явление Современной Культурной Жизни России Я хотела бы задать Сейчас Мы подходим К концу Но вопрос Такой В общем Довольно Острый Но Думаю Что Нам стоит На него Ответить Вопрос Такой Авторов Становится Все больше Конкурсов Тоже Становится Все больше И какие-то Фестивали Проводятся Бесконечные И премии Новые Появляются В общем Сейчас Действительно Все это Очень Бурно Развивается Безусловно Конкурс Наследия Премия Наследия Она стоит Особняком Вот именно Потому что Ей Сопутствует Высочайшее Покровительство И я не зря Сказала Что очень многие Авторы Те кто Хочет победить Те кто Хочет просто Участвовать И так далее Они чувствуют Еще и Нечто особенное Возможности Прикоснуться Вот к нашей Истории И таким образом К истории Нашего государства Посредством общения С императорским домом Вот Но Огромное количество Других конкурсов Огромное количество Вот этой бурной Литературной жизни В самых разных Ее проявлениях Скажите Вот как вы думаете Это хорошо Или плохо По-моему Хорошо И на этом Наверное Сойдутся Все Люди Даже Мао Цзэдун Писал Пусть расцветают Сто цветов Многие Между прочим С вами не согласятся В тоталитарном обществе Особенно Представители Литературной элиты Да Ну вы знаете Здесь мне кажется Проявление Какого-то снобизма Иногда может быть Элемент Зависти К тому Что удачно Получилось Конечно Конкурс наследия Не единственный В России Есть конкурсы Замечательные Прекрасные Самые разные Разного уровня Но есть Высокие Которые Связанные С нашей Государственной Властью Есть Патриаршая Премия По литературе Это все Не исключает Одно другое А дополняет И взаимно Обогащает Потому что В каждом конкурсе Можно проявить Какие-то отдельные Грани Пусть даже Это будет И в чем-то Пересекаться Но эти Грани Позволят По-новому Засверкать И таланту Отдельных Творцов И в целом Тому литературному Процессу Который происходит В нашей стране А могут быть Конкурсы И маленькие Какие-то Местные Локальные В рамках Какого-то Населенного Пункта Или города И все Они имеют Право На существование Безусловно Но Количество Авторов Это можно Наверное Сравнить С рудой Вот Золотые Самородки Появляются После переработки Тон Руды Если Не перерабатывать Эту руду То Никогда Нельзя найти Самородки Это во-первых А во-вторых И сама Руда Тоже имеет Свою ценность Вот Это Очень важный Молент Безусловно И никогда Не надо Испытывать Комплекс Ну Ясно Что все Не могут Стать Пушкиными Толстыми И Достоевскими Это Очевидно Таких Людей Единицы В каждом Народе Но Тем не менее Они Опираются Тоже На Тот Поток Творчества Который Существует На комплекс Идей И ведь Они Смогли Таланты Откуда Они Изучали Народное Слово Они Изучали Народную Речь Они Ее Передавали А как Все это Происходит Если не Познакомиться С богатством Народного Языка Никогда Нельзя Быть Мастером Литературного Языка Литературный Язык Это вершина Народного Языка Но Если Не будет Этого Народного Языка То Не будет И литературного Ни У Одной Нации Он Даже Не сформируется Поэтому Те Кто Пишет Может быть Не так Талантливо Не так Красиво Как Первые Писатели Первой Величины Все равно Они создают Почву Они создают Атмосферу В которой Рождается Подлинное Творчество И сами Они могут Может быть Не все Их Произведения Но Какая Одна Жемчужинка Может Появиться У каждого Надо Дать Возможность Им Проявить Себя Конечно Это Очень Хорошо И Чем больше Будет Таких Участников Смелых Людей Которые Любят Русский Язык Наши Слово Нашу Традицию Нашу Культуру Которые Хотят Себя Таким Образом Выразить Это Будет Хорошо Для Них Самих И для Русской Культуры В целом И для Всего Мира Наверное Потому Что Русская Культура Конечно Является Одной Из Главных Составляющих Мировой Культура Курсах То На мой взгляд Только Можно Приветствовать Во-первых Среди И благодаря Этой Массовости Могут И самые Действительно Зватые Перла И Проявятся И Пойдут Дальше Во-вторых Люди Начиная Писать Сами Вольно Или Невольно Обращаются Вообще К К Классической Литературе И Начинают С ней Больше Знакомиться И Могут Те Кто В одной Ситуации Прохли Мимо Тех Альных Авторов Мимо Богатства Например Русской Литературы Тут Благодаря Этому Станут Знать Ее Существенно Лучше Это Одна Сторона А Другая Сторона Если Было Один Конкурс Наследия И Более Не Было Иных То Вольно Невольно У Его Организаторов Может Появиться Так Как бы Такое Ощущение Некого Почивания На лавах А когда Конкурсов Много И Все Новые Новые Стремятся Быть Более Известны Популярны И Интересны То Тут Надо Дехать Марку Вы Высоко И Находить Какие Новые Решения Интересные Находить Какой-то Новый Путь Чем-то Больше Привлекать Авторов Могуть Более Тщательно Выискивать Талантливых Авторов Чтобы Итог Конкурса Был Интересным И так далее Так По-моему Итог Хорошо Ну что же Нас сейчас Смотрит Я думаю Множество Авторов Которые Хотят Участвовать В конкурсе Может быть Не только В этом Конкурсе Может быть В других Конкурсах Но Я думаю Было бы Очень важно Услышать От вас Какие-то Пожелания Пожелайте Им что-нибудь Мы всегда Говорим О том Что в Конкурсе Наследие Есть Победители Но нет Побежденных И Само По себе Участие В этом Конкурсе Конечно Важное Событие Уверенно В жизни Каждого Человека Но Иначе Они Не стали Участвовать А пожелать Им Хотелось Чтобы Конечно Они Побеждали Во всех Конкурсах Какие Только Могут Быть Победители Возможно Участвовать Но Даже Если Не Удастся Достичь Победы Выйти На Какие-то Первые Позиции То Чтобы Они Сами Испытывали Радость Счастье Удовлетворение От своего Творчества Чтобы Они Не Угошали В себе Ту Искру Божию Которая Им Дана Уже В самом Стремлении Работать Со Словом И Преобразовывать Это Слово И Доносить Свои мысли До Других Людей Чтобы Они Всячески Ее Развивали Чтобы Конечно Они Не Впадали В Гордыню Не Думали Что Они Уже Великие Только Потому Что Они Начали Писать Потому Что Как Только Человек Считает Себя Великим Он Перестает Совершенствоваться И Начинает Деградировать Поэтому Надо Всегда Понимать Что Мы Имеем Право На То Что Мы Делаем Если Мы Пишем То Значит Нам Господь Послал Эту Возможность Или Если Кто-то Не Верит В Бога То Она Ему Дана Откуда То Еще Но Дальше Он Не Может Остановиться На Достигнутом Он Должен Всегда Искать Новые Какие То Пути Он Должен Знакомиться С Творчеством Других Людей Он Должен Обращаться К Живительному Источнику И успеха И радости И оставит После себя Замечательное Наследие Которое Будет Дорого Нашим Потомкам Александр Юрьевич Ну Александр Николаевич Сказал Всякие Добрые Слова И Их Только Можно Поддержать Я Скажу Ну Только Наверное Одно Может Не столь Красочное И не столь Радостное Я От всей Духи Приветствовал Чтобы Авторы Не Стремились Поразить Жюри И Читателей Какими-то Ну Искусственными Формами Своего Произведения Не стремились Бы Ну Как-то Вот Вот Так Показать Себя Вроде Как Вот Необычно По сравнению Со всеми Остальными Подобная Искусственность На самом деле Ни к чему Хорошему Не ведет Лих Развивая Ну С моей Точки Зреть Развивая И Придергиваясь Классических Форм Классическому По крайней мере Доправлению Двигания В литературе Может Достичь Успехов Всякое Искусственное Ну Простите Грубое слово Сказать Искусственное Извращение Литературы Только Ради того Что Показать Что И не такое Как Иные Не ведет Успехов Спасибо Дорогие Друзья Я хотела бы Подытожить Все Что Сегодня Было Сказано Мы говорили О многом Мы говорили О разном Но в конце Мне хотелось бы Сказать следующее Участие В конкурсах Это часть Вашей Собственной Истории Вы Сами Создаёте Историю Своей Семьи И вносите В неё Страницы Реальные Страницы Которые Могут Находиться Вот Например В этой Книге В других Каких-то Книгах Об этом Как раз Говорили Сегодня И наши Гости И Может быть Это и есть Самая важная Семейная История Ведь Из Историй Каждой Семьи Складывается Наша Общая История Поэтому Пишите Участвуйте Двигайтесь Дальше Это Очень важно А я Хочу Поблагодарить Наших Сегодняшних Гостей У нас В гостях Александр Николаевич Закатов Спасибо И Александр Юрьевич Королев Перелешин Вы смотрели Программу Прямой Разговор С вами была Елена Албул До встречи Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...